Мы уже рассказывали о том, как устроен промышленный асинхронный электродвигатель, а в этом фильме мы покажем его простую модель. На статоре этого двигателя установлены две катушки, на которой мы намотали по 300 витков медного провода. Одна из катушек подключается к источнику переменного тока напрямую, а другая через конденсаторы общей емкостью 50 мкФ. Ротором служит алюминиевый диск, установленный на свободно вращающейся оси. Подадим на катушке переменное напряжение с амплитудой 15 вольт и частотой 350 герц, и диск приходит в движение. Остановим диск и перемкнем конденсаторы на другую катушку. Теперь диск вращается в противоположном направлении. Объясним, за счет чего происходит это вращение. Параметры катушек и конденсаторов мы подобрали так, чтобы переменный ток в катушках был сдвинут по фазе на четверть периода. Когда на одной катушке фаза тока равна нулю, на другой катушке она составляет 90 градусов. Переменное магнитное поле катушек наводит в диски вихревые токи ФУКО. Эти токи по закону электромагнитной индукции запаздывают по отношению к токам в катушках на четверть периода. Поэтому фаза тока над первой катушкой сейчас равна минус 90 градусов, а над второй катушкой – 0 градусов. Получается, что ток над второй катушкой всегда находится в одной фазе с током в первой катушке, и эти токи всегда притягиваются. А ток над первой катушкой всегда находится в противофазе с током во второй катушке, и эти токи всегда отталкиваются. Так что обе силы разгоняют диск в одну и ту же сторону. Посмотрим с помощью фотоворот до каких оборотов разгоняется наш двигатель. Видно, что он разгонялся почти минуту, и в итоге набрал частоту вращения почти в 12 оборотов в секунду. Но чем определяется эта частота? Почему диск не разгоняется дальше, но выходит на предельные обороты? Здесь можно предложить разные объяснения, но самым удобным выглядит такое. Максимум магнитного поля за каждую четверть периода перемещается от первой катушки ко второй. Это выглядит так, как будто под диском проносится магнит, и этот магнит увлекает диск с наведенными в нем токами ФУКО за собой. Это увлечение можно показать на наглядной модели. На валу электромотора мы установили поперечину с двумя неодимовыми магнитами. Поставим диск на место и запустим мотор. Вращающиеся магниты увлекают диск за собой. И понятно, что скорость диска в итоге будет близка к скорости магнитов, пролетающих под ним. Но этой скорости она никогда не превзойдет. Диск даже будет несколько отставать от магнитов. Асинхронный двигатель работает по такому же принципу. Только вращение магнитного поля статора происходит в нем за счет сдвига фаз между токами в катушках. Если выстроить катушки в ряд и в каждой следующей катушке сдвинуть фазу на четверть периода по сравнению с предыдущей, у нас получится асинхронный линейный двигатель. Именно такие двигатели установлены на скоростных поездах системы МАГЛЕВ, развивающих скорость до 500 км в час.